много знать много читать много видеть и подмигнул мне он спросил мне однажды а ты знаешь откуда взялась поэзия я не знаю а ведь и в самом деле не знаешь и нечего смотреть на меня так иронически и вообще тебе нужно пожить растительной жизнью иначе у тебя зайдет ум за разум значит дело было так сказал толстой пятикантроп сидел у огня в пещере и грыз кости а в темном углу сидела его жена существо голодное и жалкое и он посмотрел на красавицу и милую ленишу и облизывалась и вдруг пятикантроп впервые за тысячи лет пожалел свою несчастную подругу я так прямо слышу голос толстого он не понимал что с ним творится это было совершенно неведомое ему чувство им очень не хотелось отдавать кость ибо внутри нее был костный мозг он чуть было не треснул жену костью по башке и все-таки пятикантроп сурчанием оторвал кость от зубов и бросил ее женщине так родился первый поэт и потом видимо для того чтобы я уж прочно все запомнил и сделал все нужные выводы из этой истории он добавил этим я хочу сказать что поэзия начинается не с рифм не с образов а с добрых дел и добрых чувств вот меня часто теперь просят рассказывать о писателях с которыми я встречался вот и вы попросили и вам я тут рассказываю телезрителям и только теперь я понимаю почему так алексей николаевич рассердился на меня когда я у него попросила алексей николаевич расскажите что-нибудь о писателях которых вы знали ведь он сам писатель да какой они он самом меня мне нужно было его расспрашивать толстой нахмурился это было за завтраком он меня пригласил к себе на дачу барбиху нахмурился искал кто тебя интересует я говорю вот уэлс вы с ним встречались расскажите про и он начал валять дурака уэлс свинья сказал толстой я прямо так и сел он слопал у меня целого поросенка у себя в лондоне угостил виноградом и какой-то рыбкой ты заметил что все его романы заканчиваются грубой дракой это верное замечание я потом проверил все романы фантастические реалистические в них грубая драка играет очень большую роль кто тебя еще интересует думаю ну назову такое имя которым и он испытывает почтение я говорю про хемингуэя расскажите пожалуйста вы с ним встречались когда были в испании хемингуэй турист сказал алексей николаевич выпивка бабы и пейзажи кто еще тебя интересует страшное несправедливое заявление но что-то какую-то черту он нашел в сочинении хемингуэя чтобы мне смутить душу я сказал пастернак как вы относитесь к пастернаку пастернак странный поэт начнет хорошо потом вечно куда-то тычется кто еще тебя интересует ну я очень быстро потерял интерес к мировой и отечественной литературе думаю ну назову ему контимент опять высмеет а толстой вошел во вкус а почему ты ничего не спрашиваешь про бальмонта это был совершенно потрясающий поэт он писал совершенно потрясающие стихи и жабы в черных платьях подползли давнишние создания римана и молодых колдуньей привели еще не знавших сладости дурмана он читал все как колдун какой-то такой сам а потом сказал ну дальше по молодости лет не поймешь в чем там дело на совершенно потрясающие стихи но основоположником российского символизма был не бальмонт а некто емельянов каханский был красив до чертиков ходил в перчатках с когтями сводил с ума впечатлительных девиц издал первый символистский сборник поместив на обложке свой портрет с крыльями летучей мыши после чего женился на купчихе и торговал мукой в подвале ну и когда он узнал что появились еще какие-то символисты во главе с бальмонтом он решил толстой засучил рукава даже восстановить справедливость он бегал за бальмонтом с плеткой по всему петербургу во всех ресторанах об этом знали когда емельянов каханский появлялся с парадного хода то бальмонта выводили через кухню как видишь у русского символизма чрезвычайно интересные истоки рассмеялся и пошел работать а я говорю людмила ильинична почему алексей николаевич такой умный человек все время говорит какие-то глупости видимо в какой-то степени это смутило и и и взволновало она тут же к нему в кабинет и он сказал передай ему если б я все время находился в творческом состоянии меня разорвало